Как в средние века развивалось гончарное производство на территории современной Жамбулской области, имеющей 85-летнюю историю? Интересуются ли подрастающие поколения изучением истории? Какие экспонаты, рассказывающие об истории, находятся в областном краеведческом музее? Ответы на все эти вопросы смотрите в следующем сюжете. Жамбулская область известна не только своими природными красотами и богатым культурным наследием, но и важными археологическими находками. Одной из таких находок стали хумы – большие глиняные сосуды, которые использовались в Средневековье для хранения продуктов и жидкостей. Такие хумы размещались в вырытых ямах в зависимости от их размера, и можно сказать, что они выполняли функцию холодильника. А специалисты говорят следующее об интересных фактах экспонатов, прославивших Жамбулскую область на весь мир. Жамбулская область прежде всего знаменита тем, что на ее территории более 2000 лет назад был образован тараз. Здесь были найдены различные экспонаты, подтверждающие богатую историю города – зелия из глины, бронзы. Также наш город знаменит своим архитектурным памятниками. Это связано с тем, что Тараз располагался на великом шелковом пути. Для современных жителей региона и особенно для молодежи изучение таких находок имеет огромное значение. Это не только возможность прикоснуться к истории, но и понимание своих корней, традиций и культурного наследия. В Жамбулской области были найдены тысячи глиняных сосудов различных эпох. Студенты, увидевшие в музее то, о чем читали в книгах и слышали от других, призывают всех изучать историю. В музее имеется коллекция глинной посуды, в том числе хумов. Они изготавливались методом обжига, либо просто высушивались на солнце. Я читал о них в книгах, а сейчас вот увидел своими глазами. Считаю, что жамбулцам будет очень интересно взглянуть на них, освежить свои знания об истории нашего края. Кроме того, из глины изготавливали не только кувшины, но и трубы. Они изготавливались в гончарных мастерских при помощи мелкого песка. Один конец трубы был слегка расширен для соединения с другой трубой. Это говорит о том, что уже в те времена в городах существовала магистральная система водопроводов. Риналь Рахматуллин, Женсая Жанбулат Казе, Аслжан Шемкент, Айконак Парад.